Всем здравствуйте! В эфире первые городские новости. Мы коротко, только по делу, но не упуская самого важного для вас. Вот главная тема выпуска. Сам министр не указ. Мусор камазами сгружают прямо у домов на улице Блюкера. 1200 мест запретов в городе резко сократили точки продажи алкоголя. В проду цирка видели русалку и проводы лета танцевальным баттлом. Теперь подробнее. Наглость, которая возмутила даже министров. В Кирове в районе дома номер 8 на улице Блюкера бизнесмена, никого не стесняясь и, видимо, не боясь, выгружают мусор целыми камазами. Рядом жилые дома и река Хлыновка. Судя по объемам выгруженного, строительные отходы сваливают здесь давно. Кирпичи, доски, бревна и куча резина формируют в куче, но вряд ли для того, чтобы вывезти. Видимо, освобождают площадку под новый мусор. Остановить свалку предпринимателя просила министр экологии Алла Албегова, но на ее просьбу они никак не отреагировали. Министерство экологии обратилось в полицию, прокуратуру. Сейчас специалисты будут делать оценку экологического вреда. Уже приблизительно можно сказать, что он составляет несколько миллионов рублей. Сегодня в правительстве области временно исполняющий обязанности главы региона Александр Соколов выступил с обращением перед депутатами ЗАГС Собрания, чиновниками, общественными и политическими объединениями и жителями региона. В Рео губернатор области рассказал о социально-экономической ситуации в области и задачах на ближайшие пять лет. Обращение Александра Соколова для жителей области транслировали в эфире Первого городского канала из социальных сетях правительства региона. Глава области в своей речи затронул все сферы общественной жизни, рассказал о возможностях их развития и потенциале. Чтобы обратить обстоятельства в новые возможности, потребуется усилие по множеству направлений. Создание дополнительных точек роста в экономике, комплексное развитие инфраструктуры и дорожной сети области, благоустройство городов, сельских районов, развитие системы образования и здравоохранения, качественные иные культурные и молодежные политики. Одна из основных задач на ближайшее время – это газификация. В планах до конца следующего года газифицировать 84 населенных пункта. Работы уже ведутся в четырех деревнях. Также стоит обратить внимание и на газификацию юго-западных районов. Уже сейчас совместно с «Газпромом» правительство региона прорабатывает необходимые механизмы для ускорения данных работ. Развитие здравоохранения – это еще один вопрос, который затронул в своем обращении Александр Соколов. До конца 2023 года должны построить поликлиники в Слободском районе, Кельмезе и Налинске. Медицинская помощь должна стать доступной для жителей всех районов области, а не только Кирова. Мы одни из первых стали реализовывать национальные проекты. Мы начали оснащать материально-техническую базу в наших учреждениях. Мы решили вопросы одни из первых с палеотивной медицинской помощью среди детей и взрослых. Это и по обеспечению, и по лекарственному, и по оборудованию, и по расходке. В конце обращения глава региона отметил, что правительство Кировской области должно активно участвовать в национальных проектах и федеральных программах. В планах развивать все сферы общественной жизни, прислушиваться к жителям нашей области и решать вопросы, которые их волнуют. Продавать алкоголь в городе стало сложнее, по крайней мере, видимо. С таким посылом было подписано постановление администрации о запрете продажи спиртного в определенных местах. Список получился большой. В него вошли больше тысячи различных организаций. Под запрет попали территории рядом с медицинскими и образовательными учреждениями, со спортивными сооружениями, рядом с вокзалами и аэропортами, рядом с объектами военного назначения, а также рядом с крупными организациями. Например, не получится купить горячительного рядом с ГДМС, заводами Лепси, 1 мая, фабрикой игрушек «Весна». Полный перечень мест можно посмотреть на сайте администрации города. Кировчане, кстати, положительно отнеслись к запрету. Есть надежда, что употреблять будут меньше, пишут они. 1 сентября точно. Напомним, что в День знаний в области запрещена розничная продажа алкоголя. Как не мечтали родители первоклассников и выпускников, 1 сентября не будет выходным днем ни в этом, ни в следующем году. Министерство труда опубликовало календарь праздников и выходных на 2023 год, поэтому можно начинать планировать отпуск на новогодние праздники и следующее лето. Итак, в новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Это не рабочие дни, поэтому их перенесли на 24 февраля и 8 мая. Новогодние праздники начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года. То есть на работу мы пойдем 9 января. В мае же из-за праздника труда и Дня Победы в общем будем отдыхать 5 дней. А вот тем, кто решил начать новую жизнь, отдыхать некогда. Первый городской канал объявляет о начале кастинга на новый осенний сезон проекта «Похудела». Мы знаем, что его ждали многие. Сегодня стала известна дата кастинга и некоторые подробности очередного сезона проекта. Итак, запоминайте. Кастинг состоится 8 октября в 10 часов утра в фитнес-клубе «Валых парусах». На нем выберут 9 участников. Десятый человек может получить свое место в «Похудела», не выходя из дома. Одного человека мы будем набирать с помощью онлайн-кастинга. Он запускается уже с сегодняшнего дня. Что для этого нужно сделать? Вам нужно снять видео-анкету, рассказать, сколько вам лет, чем вы занимаетесь, почему именно вы должны попасть в проект «Похудела» и прислать видео-визитку нам, группу ВКонтакте «Новости Кирова», Первый городской канал. Ну что ж, желаем удачи всем, кто решил изменить свое тело и жизнь к лучшему. Проект «Похудел» – это шанс для тех, кто имеет лишний вес, распрощаться с ним навсегда. Этому вас научат тренеры и наставники. Для тех, кто не успел запомнить или записать время и место кастинга, заходите к нам в социальные сети «Новости Кирова», Первый городской канал. Там вся информация о кастинге и проекте. Завтра, 31 августа, в городе официально закрывается пляжный сезон. Погода уже сегодня не очень, так скажем, купальная. Дальше так еще холоднее. Синоптики говорят, что после жаркого лета мы шагнем сразу в октябрьский холод. Грустить по этому поводу не стоит, как бы говорит своим поступком нам отчаянная кировчанка. Она устроила водные процедуры в центре города. Местом для купания выбрала себе пруд в парке имени Кирова. На видео ей сняли изумленные рыбаки. Женщина спокойно плавала среди тины, составив компанию рыбя. Кировчан поступок шокировал, ведь в пруду грязно, но, видимо, женщина не хотела упустить последний теплый день. Более безопасный способ проводов лета выбрали те, кто приходил на танцевальные вечера на театральной площади. Кировчане прощались с летом зажигательными танцами. Подвигаться под знакомые мелодии пришли десятки людей. В основном были люди преклонного возраста. Для них особенно важно проводить вечера с пользой для души и тела. В комментариях под видео кировчане поблагодарили организаторов за такой веселый вечер. И вы не падайте духом ни из-за погоды, ни по каким другим причинам. Всего вам самого доброго. Увидимся, как всегда, в городе уже завтра. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова